Так, это у нас дизайн осеннего Pixel 7. Хм, вам блок камеры ничего не напоминает? Конечно, это будущий дизайн iPhone 14. Ни для кого не секрет, что iViris станет новой визитной карточкой смартфона Apple. Все инсайдеры как один говорят, что это следующий iPhone. Но вот только сама компания еще никак это не подтвердила. В то время как Google официально заявила, что это наш следующий Pixel. Кому-то покажется странным, что компания за полгода раскрывает дизайн устройства. Но, друзья мои, в этом-то и суть. Компания обязана закрепить за собой такой дизайн. И теперь, когда выйдет iPhone 14, все скажут, так это же дизайн 7-го пикселя. И компании Google будет очень тепло от этих слов. Привет, я Тим, сейчас я буду толк. Противостояние Apple и Google Pixel по праву можно считать сериалом в реальной жизни. Вряд ли об этом когда-то снимут кино, поэтому следим за развитием сюжета прямо сейчас. Для тех, кто только что подключился, краткий пересказ предыдущих серий. В 2020-м Apple убрала зарядку из комплекта. В 2021-м та же участь на стекло Pixel 6 и 6 Pro. То есть Google повторила за Apple. Но вот только незадача купить блок питания для айфона прочь простого. А вот чтобы добыть оригинальную зарядку Pixel, придется так и свернуться. Так и свернуться? Хотя ладно, Google не заявляла об экспансии на весь мир. А на рынках сбыта надыбить зарядку можно. Аннулируем косяк на 50%. Но вот следующий мув компании Google это просто нонсенс. Вы думаете, они в первый раз застолбили за собой какой-то дизайн? А то нюдь, господа, в 2019-м году я рассказал, как компания Google закрепила за собой квадратный блок камер. Четвертого пикселя. Что если iPhone? Хотя нет, дело в том, что пиксели... Три года назад Google точно так же соревновалась с яблочной компанией. Им было необходимо объявить первенство квадроблока. А поскольку Pixel 4 выходил после iPhone 11, компания решила опубликовать официальные фотографии четверочки еще летом. Если бы компания этого не сделала, дизайн Pixel оказался бы вторичным по отношению к iPhone. Пф, было камер прям как в последнем iPhone. И компании Google было бы очень холодно от этих слов. Кроме этого, Google постоянно задевает Apple. То в рекламе, то на презентации. Помните ту самую рекламу Pixel 3a, где он во всем побеждал Phone X? Хм, интересно, а что же это за Phone X? Ах, слава богу, что существуют авторские права, и Google пришлось сделать сноску. Но самое забавное поле битвы это рекламные баннеры. Google рубит с плеча, прям с ценами и лицом к лицу. Apple поступает элегантно, все и так прекрасно знают, что самые безопасные устройства делает Apple. Privacy is a king. That's iPhone. И между делом эта реклама задевает Google. Не напрямую, но задевает. Специально, чтобы отбиться от этих нападок, Google внедрила в Pixel 2 чип безопасности Titan M. В следующих устройствах он также получал обновления. Сейчас в шестом Pixel стоит Titan M 2. Стоял бы такой чип, если бы Apple не торубила о безопасности? Это уже хороший вопрос. Напишите в комментариях другие примеры противостояния. Их полно не только в рекламе и дизайне, но и в операционной системе. Но это другая история. Лучше расскажу, что будет дальше. Насколько серьезны намерения Google Company? Ну, во-первых, осенью прошлого года они открыли свой собственный первый оффлайн-магазин. Это уже выводит Google на новый уровень. Ну, это как бы очевидно. Эскалация конфликта неминуема. Но наиболее интересны сами устройства. Google продолжает накачивать экс-систему. Если раньше были только наушники, то теперь на подходе умные часы. Для меня никогда не было секретом, что Google планомерно отбирает хлеб у Apple. Каждый год по крошечке. Правда, иногда она берет эти крошки на вооружение, а иногда просто выкидывает. Обидно. Еще год назад мы с вами полностью предсказали Pixel Watch. Да, я рассчитывал, что Google выпустит умные часы осенью 21-го. Но забыл, что это Google. Прямо как и Microsoft, ребята из Google делают свое дело медленно и не спеша. Как только готов макет, начинается рекламная кампания. Как только смартфон выходит в продажу, отдел разработки софта выходит из отпуска и начинает допиливать Android. Та-дам! 18 мая будет уже год с момента выхода Android 12, но они все еще ходят вокруг да около с напильником. Из последних замечательных новостей была такая. Google лишь спустя 3 месяца пофиксила большую уязвимость. Неисправность давала возможность свободного перемещения по корпоративным сетям, не только на устройствах по управлению Android, но и в целом систем на Linux. 3 месяца чините ядро операционной системы, а, офигеть! И после этого нам говорят про обновление безопасности в течение 5 лет и специальные чипы. Ну то есть обновлять как бы будут, но то, что какие-то 3 месяца вам придется посидеть на дырявом Android, это ладно, это нормально. Да, мы ушли немного в сторону, но зато теперь вы понимаете подход компании. Как будто Google делает устройства стильными и самыми современными, но в то же время нет единства внутри компании. Как будто отдел дизайна и маркетинга находится в одном крыле, а софта в другом крыле кампуса Google, и вряд ли они встречаются даже за обедом. Ну вот и нет единства в конечном продукте. И такой подход ставит под сомнение возможность по-настоящему противостоять Apple. Компания обязана пересмотреть этот момент, только если у Google все будет идеально, только тогда они на полных правах смогут троллить Apple. Пока что они могут предложить только крутые алгоритмы переводчика, крутые алгоритмы фото, крутые алгоритмы операционных, крутые алгоритмы, ну вы поняли. Ну и конечно дизайн. Дизайнерам большой респект. Своих сериалов нет, слухов о разработке автомобиля не было, планшет, часов пока что нету. Ну и кампуса в форуме бублика не наблюдается. Увидимся с вами в следующей серии, когда Google представит свою новую экосистему с часами, умными очками и наушниками. Сегодня Google тренируется, щупает рынок и задевает Apple, но возможно завтра они объявят войну, перевернут рынок и вырубят Apple одной левой. Netflix ушел из России. Ребят, у нас тут сериалы в реальной жизни, камон. Ставьте лайки, подписывайтесь и не отписывайтесь. Почему-то все блогеры забывают про последнее, но это тоже важно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok